В Архангельске появится памятник Нине Мешко. Это решение было принято совместно губернатором области и исполнительным советом Всероссийского хорового общества Павла Пожигайло. Они посетили первый слет детских хоров по море. Говорили о проблемах. Михаил Карелин продолжит тему. Слет детских хоров Архангельской области проводится впервые. Его приурочили ко дню рождения Нины Мешко. 31 мая прославленному руководителю северного хора исполнилось бы 97 лет. Главный герой слета это, конечно, 10 участников сводного детского хора «Олимпионик», который под руководством маэстро Валерия Гергеева выступал на закрытии Олимпийских игр в Сочи. Это мы ходили в Олимпийский парк, гуляли. Это после Олимпиады уже. Для Катерины Вьюхиной пока это самое яркое впечатление в жизни. Показывая фотографии на своем телефоне, она словно переживает заново те моменты на сцене стадиона Фишт, когда тысячи детей из разных точек России пели для чемпионов и зрителей Сочинской Олимпиады. Эмоции, конечно, переполняет от самого выступления. То есть это было феерично, замечательно. Когда мы выходили за кулисы, мы просто плакали все. За участие в закрытии Олимпиады директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло и губернатор области Игорь Орлов поблагодарили детей и вручили им благодарности и подарки. Хористы тоже были рады, ответили, как и положено, песни. Мы верим твердо, пира и спорно, нам победа, как воздух нужна. Приходить всем рекордам, наши звонки на дивинах. Сводный детский хор – это первый большой проект возрожденного хорового общества. Свои филиалы оно открывает и в регионах, Архангельск в том числе. О проблемах хоров поговорили за круглым столом. Пришли к общему выводу, что в школах нужно вводить дополнительный урок хорового пения. Кстати, как заверил Павел Пожигайло, эту идею поддерживает и президент Путин. Пение влияет благотворно на ребенка. И уже сейчас исследования многих ученых показали, что творческие способности ребенка сильно повышаются именно от его занятия хоровым пением. И поэтому в каждой школе должен быть хор. Мы будем двигаться постепенно, исходя из наличия преподавателей, хормистеров. У нас не может быть никакого, так сказать, непонимания или отрицания самого этого движения. И то, что у нас есть свое знамя, свой флаг, своя традиция, северный русский народный хор, это очень важно и это будет, безусловно, поддерживаться и развиваться. Новым проектом Всероссийского хорового общества будет большой фестиваль хоров. Он объединит коллективы из разных городов и на этот раз не только детские. Отборочные туры пройдут в регионах, а завершится все 9 мая на Красной площади в день 70-летия Победы. Пока взрослые говорили о серьезных вещах, дети наслаждались концертом северного хора. Кроме этого, Павел Пожигайло обещал помочь и не только морально в установке памятника на мешко. Михаил Карелин, Максим Апарин, Алексей Молоковский. Новости 24. Архангельск.